Музыка Елена Образцова, народная артистка Советского Союза. Полвека на сцене, у её ног публика всего мира. В любви ей признаются Франко Дзефирелли, Хосе Карерос, Пласида Доминго. Она – королева, она – эпоха. И самые громкие слова о ней будут не пафосом, а правдой. Жизнь Примадонны расписана по дням. Несколько из них она посвятила Белгороду. Программа открытия третьего международного фестиваля Борислав Струлёв и Друзья называлась «Виват Елена». Образцова сама вышла на сцену и в очередной раз с королевским великодушием подарила своё искусство. Вы озарили своим именем и своим участием наш фестиваль. Спасибо. И даже, мне кажется, Борислав Струлёв не вполне верил, что это возможно. Дескать, Елена Васильевна могла бы сказать «Приезжай, сынок, ко мне на дачу, я там тебе спою». Нет, я приехала к Бориславу к его таланту, за его талантом, так сказать. И я его услышала, когда первый раз я была просто потрясена. И с тех пор я была под впечатлением его игры. И когда он меня пригласил, для меня это была радость. Мне было очень приятно. Борислав Струлёв, Борислав Струлёв, Борислав Струлёв. Борислав Струлёв, Борислав Струлёв. Что для вас главное, когда вас приглашают? Чтобы вам было интересно, чтобы люди заслуживали того, чтобы вы приехали? Вы знаете, все люди заслуживают того, чтобы иметь радость и счастье, и добро. И я пою для всех людей одинаково, будь это Нью-Йорк, или это будет деревня, или это будет какой-то маленький город, или большой. Когда я очень не люблю, когда говорят, ой, это как-то город-то называется такой. Провинция. Провинция, там все. Я считаю, что это просто оскорбительно звучит, отвратительно просто. Все одинаковые люди, ну, просто живут в разных местах, и все. Начиная от ноты фа, мы поем в горизонталь. То есть мы на улыбке, нота фа всегда перед зубами и здесь. Нота фа. Да? А потом всего три нотки идут вперед. Нотка соль, ля бемоль и си бемоль. Отпускаем вперед. С путиком. Как будто тебя тошнит. Это я говорю так простенько, чтобы было понятно. Потому что это вы уже не забудете никогда. А если так интеллигентно, то все вытрируется у нас всегда. А чем вот такое хулиганское, всегда задержка. Елена Васильевна, вы дали мастер-класс сегодня. Да. И я знаю, что вы даете мастер-классы в Питере, у вас мастерская ежегодно. Чему вы учите детей? Наверняка же не только петь. Когда меня спрашивают, что самое главное для того, чтобы быть артистом, что нужно, самое главное. Конечно, не голос и, конечно, не инструмент. Надо выходить на сцену тогда, когда ты знаешь, что ты хочешь сказать людям. Если у тебя нечего сказать людям, нечего выходить на сцену. Ты неинтересен. Если человек безграмотный и не знает ни истории, ни литературы, ни живописи, не прожил жизнь, не прострадал, когда он не умеет ни любить, ни ненавидеть, ни переживать, ни быть в восторге от любви, ни в восторге от природы. Научить этому разве можно? Обязательно. Можно научить... Нет, научиться должен сам человек. Потому что без... Даже если ты не успел еще прожить... Я помню, что когда я была молоденькая, я не знала, что такое любовь, я не знала все, но я уже знала это все по книгам. Я впитывала эти книги, впитывала эти эмоции. Читать надо? Да, обязательно даже. Вот сейчас почему я страдаю? Так что очень многие молодые, они поют ноты, а не музыку. И они неинтересны. Ну сейчас просто очень трудно представить молодую продвинутую барышню с хорошим образованием и с томиком фета в руках гуляющую по саду. Это же невозможно, они же другие. Может быть, вы их встречаете? Есть, конечно, есть. Есть умные люди и образованные, талантливые. Конечно, есть. Елена Зеленовна. Но мало. Мало? Ну и всегда было мало. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Повторил DimaTorzok обратно и привезут весь свой багаж знаний в Россию опять. Так что ничего страшного в этом нет. Но, конечно, обидно, что сейчас обеднели наши театры, и все талантливые люди уезжают, и это очень плохо. Я думаю, что Владимиру Владимировичу Путину надо об этом подумать, потому что нельзя так раскидываться талантами своими. Я скажу, что Гергиев один из умниц у нас, потому что он, отпуская своих артистов на Запад, он заставляет их обязательно вернуться в Мариинский театр и петь там. Он умница. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А только по голосу потом узнала, что это я. А как так получилось? Не было возрастных? Или вам очень хотелось? Нет, мне было интересно, и потом это была потрясающая музыка, и мне очень хотелось. А вы всегда добиваетесь того, что вам хочется, даже если есть? Да, всегда. Во все времена. И в жизненных ситуациях, и в опере. Я помню, когда я еще была молоденькой, меня пригласил. Был чудный директор театра, Чулаки Михаил Иванович. Он был и композитор, он писал балеты. Изумительный человек, интеллигент, еще и умница. И он меня пригласил, сказал, что вот есть такая опера, оптимистическая трагедия. Кто написал, не помнит. Но музыка такая была нехорошая, неинтересная. И потом вообще все эти дела, это революционные, как-то меня не привлекали. И я сказала, что я петь не могу. Знаете, Михаил Иванович, я говорю, вот я такая слабенькая, здоровьем. Потом я говорю, я еще не очень понимаю вот эти все глобальные дела в нашем мире. И поэтому вот я думаю, что мне нельзя это петь. Он сказал так, не хочешь петь, не пой, но никогда не ври. И с тем пор я стала говорить то, что я думаю. Я никогда не пела музыку, которая мне не нравится. Я пела только то, что мне хотелось, и то, что жаждала моя душа. У вас столько способов самовыражения, что можно устать. И еще стихи. Почему? Вы знаете, стихи я раньше ничего не могла написать, ни одного слова в рифму. И когда умер мой муж, который очень любил, Альгис Жорайзис, он был замечательным дирижером. И когда он умер, вдруг я пришла домой и написалась первая стихи. Не знаю, что случилось, что-то такое повернулось. И я стала писать очень многое. И первые годы после его смерти просто я захлебывалась, я хватала бумажку в самолетах, везде. И такое было ощущение, что вот в это место у меня какая-то такая вставлялась трубка, и кто-то мне ее диктовал. Потому что я не помню своих стихов, наизусть никогда ничего. И я никогда не думала, о чем написать и что писать. Я просто хватала ручку и записывала, что мне диктовали. Вот такое ощущение у нее было. Как молнии удар кольцо, гримасой боли исказилося лицо, и сердце разорвал на части, и возвестил кармен несчастье. И зная, что смерть близка, захохотала речь резка, и замолчала в животе наваха, в ее крови хозе рубаха, и оседая глянула глаза, и навсегда потускла бирюза глаз деревенских бедного солдата. Была, была кармен. Тем, кто учился в музыкальной школе 80-е прошлого века, Елена Бразцова казалась такой космической субстанцией, но уж точно совершенно не из нашего мира. Сейчас, когда вы часто даете интервью, вас показывают по телевизору, и не только на сцене, уже как-то верится, что вы где-то здесь, среди нас. Вот вы тогда такой же были? Какой такой? Ну, нормальный я была всегда. Ну, слышу, вижу по телевизору, у вас есть сад, дача, собаки, вы увлекаетесь рыбалкой. Увлекалась. Сейчас не могу, потому что я не могу крючок вдеть в попку червяку, потому что на старом теле стало всех жалко. Это было и тогда. Но вот некая мифологизация образа оперной дивы, она все-таки происходила в советском. Я не знаю, мне было некогда, я никогда не прислушивалась к этому, потому что я всегда учила, я всегда по три клавира одновременно. Потом я очень любила читать, у меня было очень много книг сразу, много, и потом у меня всегда собаки, у меня всегда всякие зверюшки были, и коты, и ежики, и зайцы. И просто было некогда. Потом еще родилась дочка маленькая, надо было за ней ухаживать, и у мамы был инсульт, она лежала просто недвижимой. И у папы был одновременный инфаркт, я бегала по больницам и с этим ребенком, и у меня не было молока, надо было бежать куда-то еще покупать молоко. Но это был какой-то тихий ужас. И когда мамочка лежала и ничего не соображала, я все время ей говорила, мама, ты должна прийти в тебя, потому что если ты не придешь в себя, мне не воспитать Ленку, и я никогда не буду певицей. И потом, когда мама пришла в себя, вот через несколько месяцев, она говорит, я все слышала, что ты мне говорила. И стала бороться с своей болезнью. У меня очень как-то так жизнь была, начиналась очень сложно. Прямо вот начиная с блокады, потом голодали, еще голодали, потому что уже после блокады было. Очень тяжело. Потом папа пришел очень поздно, с войны уже через год, после окончания войны. И тоже жили очень плохо и бедно. Ну, как-то все время что-то сложности какие-то были у нас. И поэтому вся жизнь, как вот сейчас, что-то как подарок Бога, потому что я никогда не роптала, никогда не пелюхала в жизни. Всегда боролась. И прямодонна из себя никогда не чувствовала. Спасибо, что только это. Вот когда вам что-то плохо в жизни, надо всегда говорить спасибо, что только это, потому что может быть гораздо хуже у всех. И все-таки вот вы проживаете на сцене миллион судеб. Миллион ситуаций. А хочется когда-нибудь побыть в тихом одиночестве. Да, просто мечтаю. Прийти и поджадим быть в канаве в тишине. Чтобы никто не видел и не слышал. А вы можете себе позволить эту роскошь хоть когда-нибудь? Да, иногда это бывает. Бывает иногда. Два-три дня бывает. Я обкладываюсь с собаками, они все спят со мной на кровати. И тишина, и просто счастье. Поклонение, оно утомляет? Ну, вы же не можете не чувствовать себя королево. Я иду по Питеру, все со мной здороваются. Говорят, Елена Васильевна, и мне счастье. Это радостно. Почему плохого-то? Чего утомлять-то? Утомляют другие эмоции поганые. Хорошие, как они могут утомлять? Ничего не могут утомлять. Я... 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 Для того, кто возделывает свой сад, буквально, ручками. Да, правильно. Сейчас весна, особое время. Чего вы ждете от своего сада? Чем грезите? Я очень не люблю муравьев, которые едят листики на моих посадках, и я их терпеть не могу. Единственное, живые существа, которые я не переношу, потому что они вредные все. Ну, еще этих самых я не люблю. Ну, как-то такие слепые, кроты. Они перерывают весь сад и все мешают нам делать красиво в саду. А так я очень всех люблю. И зверюшек. У нас такой поселился новый русский. У него очень много кроликов. Эти кролики забегают теперь к нам, собаки мои гоняют. У меня четыре маленьких пузеля, они гоняют по всему саду, потом загоняют под дом, потом они все обкладывают этот дом, потом этот заяц вылетает, куда-то бежит. Ну, у чего? Одна радость. Нет, я зверюшек очень люблю. А в саду, конечно, я сама посадила и елки, и деревья. Я деревья даже больше люблю, кусты больше люблю, чем цветы даже. Как-то у меня к ним такое уважение, когда они вырастают, большие, мощные. И мне так приятно, что это мои дети. Ждете, когда сирень расцветет? Да, сирень – это моя любимая. И когда говорят сирень, я сразу вспоминаю Рахманинова. Я всегда говорила, я очень люблю Рахманинова, потому что он сиюминутная, музыка у него сиюминутная. И я всегда говорила мужу, если я тебе изменю, то только с Рахманиновым. Ну, может быть, вот на том свете встретимся, потому что мы похожи с Рахманином очень по эмоциональному состоянию. А муж мой очень любил Петра Ильича Чайковского. Он за него молился каждый день, в церковь ходил. Иначе, как Петр Ильич, у нас никто не называл Чайковского в семье. Чем дальше я живу, тем больше я понимаю Чайковского, его одиночество, его тоску, его несбывшиеся мечты. И вот так же, как я очень люблю Майлера, и вот у Майлера тоже такая тяжесть, тоска и грудь какая-то всегда. Ну, грудь всегда глубже, чем Рахманинова. Правильно, молодец, умница. Спасибо. И потом, когда приходят какие-то невзгоды, вот я думаю, что нужно сказать людям, чтобы они не переживали, а наоборот. Потому что невзгоды Господь даёт только тем людям, которые могут это пережить. Он всегда по силе характера даёт испытания. И я вообще считаю, что Господь посылает нам испытания каждый день. И смотрит, как мы реагируем на это. Если человек отчаивается, это никчемно. Человеку он не нужен такой Господу. А если он борется с какими-то вот вещами в жизни, это значит сильный человек, который жаждет жизни. А раз он жаждет жизни, это благодарность Господу Богу за то, что он эту жизнь дал. Понимаешь? Отрабатываем таланты. Надо отрабатывать обязательно. Нет, ну а как же, если дар даётся, он же не просто так даётся. Это же обязательно... Я очень долго, знаете, у меня был такой период жизни, когда мне очень хотелось лечить людей. Да? Да, я всё время говорила, ну дай ты мне какие-то силы, чтобы я могла лечить людей. И потом я поняла, он дал мне для этого голос. Я музыкой своей лечу людей, я даю им радость, я даю им добро. Я несу какую-то... Ну теперь я уже могу сказать, что это мудрость какая-то от прожитых лет. И поэтому я нужна людям, и люди ощущают это, и приходят на концерты. Мне уже 75, он будет в июле месяце, но у меня всегда аншлаги. Вы никогда не скрывали свой возраст. И при этом вам наверняка говорят, что вы красотка, извините за вульгаризм. Красотки, 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 кабарет. Но это правда. Мы созданы решение уличения. Опять же, как вы делаете это волшебство? Не знаю, боженька даёт, наверное. Нет, я зачем? Я сделала две операции. Потом я сделала глазки. Внизу, наверху подтянула эти самые веки. Потом раз в году я подкалываю, вот где морщинки подкалываю. Но не это даёт молодость, нет. Вот эта жажда жизни, эта радость, которая живёт в душе, она даёт молодость. Она даёт. Потом я очень люблю общаться с людьми. Я люблю разговаривать с людьми. Потому что, когда мы разговариваем с людьми, мы можем понять жизнь в другом ракурсе каком-то. Потому что мы по одному думаем, а другие люди по-другому. И думаешь, ох, я этого не заметил, вот это я не узнал. А вот они прочитали какую-то книжку, вот надо будет мне схватить, тоже эту книжку почитать. А вы раздражаетесь, когда у людей другая точка зрения? Ну, какие-то безусловные вещи. Нет, я не терпеть не могу дураков и наглых людей. Вот это, и знаешь как, я не могу, я начинаю плакать. Я слабею перед этими людьми, я начинаю плакать. Я совершенно беззащитна от них, так бы я сказала, да. Но ещё дураков можно пожалеть. А наглых, вот они как-то на меня так действуют, что я начинаю плакать. Всё. Слабею. И всегда так было. Надо беречь вас, Елена Васильевна. И вы берегите себя. Общайтесь только с умными, добрыми. Ну, это редко получается. Да, но это ничего. Такие тоже. Можно, знаешь, можно учиться на да и на нет. Можно учиться, как надо делать, и можно учиться, как не надо делать. А вы учитесь вот сейчас у людей? Учитесь обязательно. Мы до самой старости учимся, и техники пения учимся, и музыки учимся. И человеческим качеством. Чему? А можете назвать хотя бы нескольких? Тех, кого бы вы могли назвать своими учителями? Ну, такой есть индус Ошо, философ, потрясающий дядька. Я его очень люблю. Я прочитала все его толстенные книги, я не знаю, сколько штук он уже написал. Но самое главное, что я вынес из этих всех его книг, он сказал, не надо ворошить прошедшее, прошлое. Оно уже ушло, его нет. Не надо, это только изощренные умы пытаются там схватить, перевести. Его уже нет. Все. Будущего может не быть. Поэтому живите сейчас, радуйтесь сейчас, сегодняшний день, сегодняшние люди, сегодняшнее предлагаемое обстоятельство. И это умно, это правильно, это так надо жить, я так думаю. Потому что будущего может не быть. Потому что нужно нести людям добро. Потому что тогда тебя будут любить, если ты любишь людей, и тебе будут отдавать тоже большие силы. Вот когда я выхожу в зал и несу людям сердце свое, да, и я понимаю, что они тоже мне отдают. И я не устаю на концертах, никогда не уставала. Потому что они питают меня тоже своей любовью и своей поддержкой. Понимаешь? И вот если будешь нести добро людям, то к тебе будут приходить и на интервью, и куда хочешь. И домой тоже. Спасибо, Елена Васильевна. Да, пожалуйста, моя девочка, спасибо. Спасибо. Мне было приятно с вами. Правда? Да. Потому что вы умницы, не задаете глупых вопросов никогда. И красивая женщина, очень приятно. Спасибо. Спасибо. Я буду рассказывать об этом своим внукам. Да, хорошо. Это так, 점심 mais Central. Спасибо. 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 Продолжение следует...